Друзья мои, я вас приветствую на своем канале, сейчас еду на авторынок, хочу для вас отснять видео и поделиться, поделиться, какие у нас есть новости. Новости у нас есть с ценником, с машинами, да, что происходит. И такая новость для меня, она не очень хорошая, вообще в принципе не хорошая. Короче говоря, встретился я сейчас с Сергеем, да, с Терентьевым, вот мы с ним постояли, поговорили. Короче говоря, какая тема, на Яндекс Дзен был создан канал под названием Автозаказ. Этот канал был наполнен роликами, моими роликами, его роликами и фирмой Автозаказ. Автозаказ это крупная фирма по привозу автомобилей с Японии, заработают они давно. Короче говоря, какая схема, какие-то мошенники сделали канал, назвали его Автозаказ, накидали туда роликов, люди к ним стали обращаться, заказывать у них автомобили. Эти мошенники стали брать предоплату, ну естественно, естественно покрываться. То есть, ответственность вся на ком? На Автозаказе, на мне, на Сергея. Предоплату понабрали, начались звонки в Автозаказ, да, в реальную фирму Автозаказ. Они не при делах, они ничего не знают, никакие деньги они не брали. Поэтому, ребят, будьте осторожней, будьте осторожней. Мой телефон, у меня один единственный телефон, он есть в каждом ролике, в описании, да, каждого ролика, он есть на моем канале, он есть у меня в Инстаграме один единственный. На звонки отвечают только я. Никакой, ни Вася, ни Петя, ни там, короче говоря, отвечаю на звонки только я. Поэтому будьте, будьте внимательнее. Вот, всегда есть видеосвязь, вы можете позвонить, ну, в принципе, голос мой все знают. Следующий момент, что касается автомобилей. Рынок забит, забит всем. То есть, выбор есть у всех автомобилей. Цена высокая на автомобиле. Как так получилось? Получилось то, что машины были куплены по высокому курсу. По курсу иены, да, иена была высокая. Даже те машины, которые растаможились по нормальному курсу, цена все равно высокая. Сейчас иена упала, евро упал, доллар упал. Машины сейчас покупаются в Японии. То есть, проблем с покупкой автомобиля в Японии нет абсолютно никаких. Вот, но, но, те машины, которые куплены, они появятся здесь там полтора, два, два с половиной месяца. Если, если у нас ничего не произойдет, да, с курсами, то, в принципе, автомобили все они подешевеют. К старой цене мы не вернемся. Не вернемся однозначно. Ну, 20, там, 30, 40 тысяч рублей. Вот, это, в принципе, нормально, да, по сравнению с теми автомобилями, с левым рулем. Что вообще, посмотрите, что происходит в салонах, да. Вот, ценник, ценник конский. Кому нужна помощь, напоминаю, мой телефон указан под каждым видео в описании канала. Вот, я прикреплю ссылочки Инстаграм, прикреплю ссылочку Телеграм и ВКонтакте. Инстаграм веду, ВКонтакте, Телеграм, пускай это будет такой резерв, да, потому что, ну, вроде сейчас как суета спала, то, что хотят Ютуб закрыть. Но, может быть, может быть, все, что угодно. Вот, напоминаю, ценник я не поднимал, проверка автомобиля стоит у меня 2000 рублей. Вот, поэтому, кому нужна помощь, смело обращайтесь. И, друзья, ну, тоже вы должны понимать, да, то, что днем я работаю, днем я на звонки могу не отвечать. Поэтому, если я кому-то не ответил, не надо там жаловаться, не надо обижаться, я реально работаю, я занят. То есть, я не могу целыми днями сидеть просто на телефоне. Написали мне в WhatsApp, я освободился, спокойно прочитал, спокойно ответил. То есть, я продолжаю работать, авторынок работает, машины есть. Там, короче говоря, не стоит ждать, то, что цена там снизится в ближайшее время. Поэтому, смело, вообще, обращайтесь за подбором. Идем на авторынок. Всем хорошего просмотра, не забываем подписаться на канал. Конечно же, прокомментировать, что думаете по ситуации. Ну, и поставить лайк, хотя дизлайк тоже можно. Так, давайте посмотрим, что у нас происходит с ценой. Камеру забыл, буду снимать на телефон. Стоит у нас Honda Vezer, 16-й год, 4WD, гибрид. Это робот, 1 миллион 680 тысяч рублей. Летняя резина на литье. Довольно неплохая у него комплектация. Комплектация. Стоит Toyota Corolla Fielder, 2017-й год, гибрид. Гибрид идет полноценная, аукционная оценка 3,5 балла, 1 миллион 229 тысяч рублей. Есть туманки, повторители, литья нет, зимняя резина. Один из популярных универсалов. Стоит еще один. Я думаю, цена здесь будет такая же. Это уже Honda Shuttle, 2015-го года выпуска, гибрид. Тоже коробка передач робот, 1 миллион 239 тысяч рублей. Вчера у нас снежок прошел небольшой, несмотря когда, ребят, выйдет видео. Снимаю его в пятницу, попытаюсь, конечно, сегодня выложить. Это уже стоит Freed, новый, не гибрид. Они есть гибриды. 2017-й год, салон кожи, литье, 7 мест, 1 миллион 345 тысяч рублей. Рынок заполнен, автомобилей очень много. Subaru Forester, Subaru Forester, 2018-й год, ну, ценника я здесь не вижу пока. Это у нас Suzuki Solio. Автомобиль набрал популярность свою. Хорошая комплектация, 2017-й год, есть все. Литье, летняя резина, весы, гибрид 1 миллион 139 тысяч рублей. Посмотрел ролики, видел то, что вот эта вот стоянка такая была полупустая. Машин сейчас действительно очень много. Nissan X-Trail, 2015-й год. Они двухлитровые. Пробег указан 108 тысяч, но я еще раз повторяю, в любом случае пробег нужно проверять. Машины, которые я снимаю, я их не проверяю. Я вам просто показываю ценник. Состояние нужно смотреть. Два X-Trail'а стоит. Также они есть гибриды. Коробка передач, вариатор, 15-й год, значит, 1 миллион 670 тысяч рублей. Серый, 15-й год, 4 воды. Аукцион указан 4 балла. 1 миллион 739 тысяч. У нас стоит это Honda Freed. Нет, этот нефрид, это Spike, 13-й год. А гибрид 980 тысяч рублей. Они есть 4 ВД, 4 ВД идут на автомате. Есть гибрид, есть не гибрид. Tao NICE, такой рабочий автомобиль. 15-й год, 1,5 литра, 4 ВД, джелл, комплектация, 1 миллион 167 тысяч рублей. K-Car, 11-й год, 485 тысяч рублей. Стоят у нас малышки. Move, 11-й год, турбовый, 515 тысяч рублей. Еще один, 400 с чем-то. Ну, я думаю, под 500 тысяч, 2011-й год. Honda End Wagon, 17-й год, турбовый, тоже со мной тут. Я думаю, под 700 тысяч он стоит. Под 700. Это уже Freed, гибрид, 927 тысяч. Hustler, 715, 2015-й год. Subaru XV, 18-й год. Как видите, это уже свежий. 18 тысяч пробег, 2 миллиона 250 тысяч. Ребята, я хочу немного рассказать по ценам, да, вообще по курсу, как оно все получается. Берем просто, ну вот, допустим, данный автомобиль, да, раньше он таможился по курсу 230 тысяч рублей. Когда начала играть, цена начала скакать, курс был высокий, он растаможился за 308 тысяч рублей. Потом курс отыграл, данный автомобиль таможился уже за 260 тысяч рублей. И сейчас таможня, вот по сегодняшнему курсу, его таможня составляет 240 тысяч рублей. Допустим, если мы берем Freed, то там разница в цене 150 тысяч рублей. Продолжение следует...